У губернатора Вячеслава Гладкова сегодня первый в этом году личный прием граждан. Задать свой вопрос главе региона в Белгороде записались более полусотни жителей области. Соблюдены все санитарные нормы. Перед началом приема каждый из посетителей сдал экспресс-тест на ковид вне зависимости от наличия сертификата о пройденной вакцинации либо перенесенной болезни. Все, что связано со здравоохранением в регионе в период пандемии, в том числе и вопросы от местных жителей на особом контроле, но и другим сферам не меньше внимания. В числе тем актуальных всегда ЖКХ, а именно строительство и капитальный ремонт. Так, например, жители улицы Ватутина областного центра обеспокоены состоянием своего дома. По их словам, зданию почти полвека и за все это время капитального ремонта не было ни разу. Ситуацию всерьез усугубили действия соседей. Сделали пристройку, а потом был вынос несущей стены вместе с окном. Теперь вот по прошествии времени пристройка потянула, я так понимаю, стену. Получается разворот панелей. Губернатор поручил инспекторам госжилнадзора обследовать несущие конструкции дома. Но и это не вся беда жильцов. С их слов, недобросовестная управляющая компания незаконно вырубает деревья во дворах. Я не могу без слез об этом говорить. Акация цветущая, ни одной веточки сухой на ней не было. Ее спилили. Уже после реконструкции дворовой территории спилили еще березы. Бук, это ценнейшее дерево, бук. Спилили тоже. Вячеслав Гладков дал поручение выяснить, насколько правомерны действия управляющей компании. Если это действительно так, то нужно покупать 12-метровые деревья, какие люди скажут, высаживать раза в три больше, чем было погублено. А с теми людьми, которые допустили это, то есть штраф, выговор, лишение зарплаты, чтобы все понимали, делать это публично нужно. На личных приемах губернатора нередки случаи, когда жители обращаются не только с проблемами, но и с предложениями. Например, белгородец Сергей Шестаков хочет внедрить в регионе новую технологию энергосбережения. Он уверен, это позволит существенно сэкономить в некоторых случаях до 20% объемов потребляемой электроэнергии. Это вторая встреча на эту тему. На первой встрече мы определились, что Вячеслав Владимирович проработает вопрос. Мы предоставили информацию технического плана. Сегодня мы договорились о том, что мы тестируем эту технологию на каком-то учреждении в рамках энергосервисного контракта. Как всегда, все обращения взяты на карандаш. Их проработают профильные региональные министерства и ведомства.